Дома Иллюзии Дома Иллюзии Дома Иллюзии Сейчас Мишель Вместе с Мэлом Судя по всему в его спальне Находится И я думаю нам предстоит Нелегкий разговор На тему того что Мишель знает Какое лекарство на самом деле здесь продают Прихожанам Ну или просто делятся Потому что это настоящая кровь Кровь девчонки Которую держат на вершине смотровой башни И Мэл в этом замешан Ну вот сейчас и посмотрим Как он будет оправдываться И что он будет говорить Я вижу недоверие в его глазах Пока он смотрит на меня Оу Вот это комната Особняк еще не является особняком Это церковь Я тут еще Немножко простудилась Нужно вас предупредить Поэтому не обращайте внимание Если вдруг мой голос Будет как-то Странно звучать Я Я должен спросить Кто ты на самом деле? Почему там ты сказал Что святая кровь Является настоящей кровью? В ответ на его настойчивость Я У меня У меня сразу выбор И вот смотрите-ка Если мы сейчас Расскажем Мэлу все То это выведет нас На концовку тупика Давайте-ка я пожалуй сохранюсь Потому что мне просто Интересно посмотреть Что в таком случае будет Для себя хотя бы посмотреть И сейчас Я определенно нажму на выбор второй Почему-то у меня начал сильно Мигать курсор Очень сильно При записи По-моему раньше Такого не было Я надеюсь Проблем потом С голосом Или с чем-то Таким не будет Мы подойдем К вопросу с осторожностью У нас мало времени Но в наших же интересах Подходить к вопросу Осторожно Вот на всякий случай Перезапустила записи Сейчас курсор у меня не мигает Все Надеюсь Теперь все пойдет хорошо У нас мало времени Но в наших же интересах Подходить к вопросу Осторожно Мы еще слишком Многого не знаем Будет ошибка И принимать Скорополюционное решение Пока он так напряженный И подозрителен Как сейчас Забрать у него ключ Или уговорить его Рассказать нам Как он связался Во все это Будет нелегко Да Нам же еще надо Ключи собирать Как мы это уже Делали Однажды Более того Мой опыт общения С тремя тенями Говорит мне Что если я не буду Соблюдать осторожность То рискую подвергнуть Себя невообразимой опасности Да Нас ведь Убивало Если мы делали Что-то не так Вернее Не в той последовательности Мы подходили К мужчинам На краткий миг В моем сознании Будто вспышка Промелькнула мысль о том Что может случиться Выложи я все Как на духу Слишком рано А чего по моей спине Пробежала дрожь Если я хочу Чтобы Мэл принял Мою сторону Мне потребуется Нечто большее Нечто не вызывающее Сомнений Что-то Что убедит его В необходимости Признаться И освободить Моргана Как бы там ни было Осторожность Мало чем поможет Если я не смогу Заставить их Позволить мне Остаться в особняке Мы должны быть Поблизости Чтобы глядеть в оба Собирать информацию Однако Как же это сделать Предположительно Он ввязался В это не по своей воле Может быть Все что нам нужно Так это Просто попросить Помочь освободить Моргана И он примет Нашу сторону Возможно Такая прямота Вызовет еще больше Подозрений Но возможно Она права Когда я встретил Его тень Ее тяготило чувство Неопишуемого Сожаления Он умолял Меня Ему помочь Мое высказывание По поводу Святой Крови Было основано На историях Что я однажды Слышала о человеке Те кровь Обладала Целительными Свойствами Истории Может быть До здешних краев Они не дошли Я не знаю Но говорили Что в далекой Деревушке Родилась девочка Святая И дочь господа Я думал Что возможно Монахиня Является Святой О которой Говорится В этих Историях И надеялся Что у меня Появится Возможность Воочию Увидеть Сюда Мел Молчит Должен Сказать Что ты Выглядел Скорее Озлобленным Чем Воодушевленным Полагаю Я не очень Так Хорошо Это скрыл Может Для тебя Это было Так Но Мое Лицо Никогда Не выглядела Особо Дружелюбным Как Скажешь Пока Ты говоришь Правду Хотя Мне вот Интересно Почему Мое Высказывание Так тебя Задело Что Со Святой Кровью Связано Нечто Больше Чем Ты Мне Рассказываешь Нет Что То Из-за Чего Ты Хотел Остаться Со Мной Наедине И Устроить Этот Допрос Ничего Особенного Я Просто Ну Знаешь Не хотел Чтобы Кто-то Испугался Из-за Всех Разговоров О крови Поскольку Настоящей Крови Там В любом Случа Нет Нет Я Не знаю Этих Историй Так Что Отпирается Это Просто Лекарство Клянусь Как Скажешь Оно Никак Не связано Со Святой Своих Своих Историй Меня Тему Могу Ли Я Тебя Попросить Уговорить Монахину Чтобы Она Позволила Мне Здесь Остаться Ты Что Не Слушал Мы Сейчас Не Можем Позволить Кому Либо Остаться Именно Поэтому Я Прошу Чтобы Ты Ее Убедил Ты Живешь Здесь Верно Я Вроде Как Присматриваю Тут За Всем Полагаю Тогда Ты Можешь Как-то На Это Повлиять Зачем До Дня Фестиваля Урожая Это Все О Чем Я Прошу Почему Мы Не Снять Конноту В Трактире Если Тебе Нужны Деньги Я Поделюсь С тобой Парой Монет Я Должен Остаться В Этом Особняке Но Почему Это Мои Предписания Что Ты Знаешь Витражное Окно Что Расположено В часовне За Кафедрой Меня Назвали В честь Архангела Михаила Что Там Изображен Мне Было Видение Ангел Явился Ко Мне Сказав Чтобы Я Присмотрел За Здешним Празднеством Выкрутился Придумал Историю С того Места Где Ты Стоял Тебе Вряд Либо Удалось Детально Рассмотреть Окно Ты Не Мог Ну Понял Ты Был Прежде В Этой Церкви И Просто Делаешь Вид Будто Это Не Так На Той Стороне Немного По Одам Находится Металлическая Дверь Ведущая В Смотровую Башню Да Ты Можешь Ты Можешь Увидеть Ее Снаружи Внутри Длинная Винтовая Лестница Сделанная Не из Камня А из Дерева На Вершине Лестницы Всего Одна Дверь Как Зачем На Самом Деле Ты Явился Сюда О Он Испугался Вся Эта Болтовня О Видении Лож Я Здесь Не Затем Чтобы Доставить Тебе Проблемы По Правде Говоря Я На Твоей Стороне Ты Появился Из Ни Откуда И Ожидаешь Что Я Поверю Во Всю Эту Чув Все О Чем Я Тебя Прошу Так Это Позволить Мне Остаться До Дня Фестиваля Если Ты Сделаешь Это Для Меня Тогда Я Смогу Исполнить Обещание Которое Не Сумел Прежде Я Не Забыл Твои Мольбы О Спасении Я Знаю Что Ты Хочешь Быть Свободным Господи Как Ужасно Неудобно Читать Что Либо Будете Простужено Дай Угадаю Это Тоже Было В Видении Если Хочешь Называть Это Так Тогда Называй Я Я Я Никогда Прежде Не просил Тебя Меня Спасать Не В Этой Жизни Мэр В Другой Еще Тогда Когда Я Увидела Его Это Серия Сороковая Там Была По счету Или Какая Я еще Подумала Что Все Мы С Мэлом Больше Не Увидимся Но Вот Он Снова Перед Нами Ты Безумен Но Ладно Мне В любом Случае Скрывать Нечего Если Я Скажу Что Ты Друг Тогда Святейшая Подыщет Для тебя Листичка Постой Я ведь Уже Сказал Ей Что Ты Мой Друг Так Ли Я Попытаюсь Ее Убедить Не Знаю Что Ты Замышляешь Но Постарайся Не Доставлять Проблем Хорошо Для Твоего Же Блага Не Стану И Только До Фестиваля Ты Ни Дня Больше Не Добьешься Ни От Меня Ни От Ни Ее И Это Не Твой Дом Так Что Веди Себя Прилично Конечно Благодарю Знаешь Я Ведь Так И Не Спросил Как Тебя Зовут Мишель А Верно В честь Архангела Михаила Как ты Сказал Хотя Сказать По правде Меня Никогда Особо Не Интересовал Михаил Он Он Взвешивает Твою Душу На Своих Идеально Сбалансированных Весах В одной Руке А Затем Карает Грешников Своим Лечом В другой Оу Это Интересная Информация Он Не Ангел Спасения Из Любопытства Может быть Ты Ах Нет Не Важно В том Месте Устроили Кладовую Но Там Есть Свободная Комната Которой Ты Можешь Воспользоваться Я Покажу Дорогу Я Ценю Твою Учтимость Убедили Хорошо Двигаем Дальше А Вот Это Локация Новая Судя По всему Хотя Может Это И Похоже На Спальню Мишеля Вполне Возможно Просто Нам Немножко С Другого Ракурса Показывают Ну Это Просто Прекрасно На Потолке Трещины Со Стена Влезает Штук Арбурка Ну По Крайней Мере Тут Есть Кровать Но Она Покрыта Пылью Насколько Помню Пока Я Жил Здесь Это Была Кладовая Значит Это Другое Помещение Кладовая Это Была Скорее Всего Та Самая С Вроде Пастернака Которого Он Терпеть Не Мог Что Если Наконец В этой Финальной Главе Мы Узнаем Кто Оставил Надпись На которую Натыкалась Еще Мария Меня Вот Это Мучит Еще Сильно Много Много Серий Хочется Узнать Подоплеку Прости За Обстановку Я Не Специально Выбрал Такую Комнату Честное Слово Если Ты Хочешь Спать В Более Комфортном Месте То Такого Тебе Здесь Не Найти Никаких Проблем Я Рад Что У Меня Вообще Есть Комната Как Скажешь Что Ж Мне Еще Нужно Выполнить Свою Работу Поэтому Я Пойду Я Поговорю Со Святейшей Как И Обещал Полагаю Она Также Приготовит Тебе Ужив Но В ее Присутствии Свои Безумные Мысли Держи При Себе Я Буду Иметь Ввиду Спасибо Увидимся Каким-то Образом У нас Получилось Каким-то Образом Слишком Уж Большое Давление Когда Тебя Вот Так Подозревают Мое Сердце Все Это Время Колотилось Как Бешеное И Это История О том Что К тебе В видении Явился Архангел Михаил Я Даже Представить Тебе Не Могла Что Ты Так Придумаешь Кстати Зачем Ты Ему Это Сказал Потому Что Я Не Думал Что Скажи Я Ему Мне Известно Буду Чей Мне Нужна Твоя Помощь Чтобы Его Изменить Это Сыграло Нам На Руку Кроме Того Те Кто Жаждет Искупления Склонны Обращаться К Высшим Силам Я Подумал Что Нам Следовало Бо Воспользоваться Ваших Интерес Знаешь Мне Кажется Из тебя Вышел Был Неплохой Мошенник Мишель Я Я Сделала То Что Считала Необходимым Я Знаю Знаю Кроме Того У тебя Есть Твердое Намерение Сдержать Свои Обещания Верно Может Лим Быть Спасен Или Нет Зависит От Него Хотя Я Протяну Ему Руку Помощи Эх Ты Говоришь Что Все Зависит От него А в Глубине Души На самом Деле Ты На Его Стороне Но Для Этого Мэла Мы Незнакомцы Хоть Я Не Могу Так К Нему Относиться Вот И Я Тоже Конечно Мы Встретились С ним Только Сегодня Но У Меня Такое Чувство Будто Мы Воссоединились Со Старым Другом Он Все Тот же Мэл И Ты Была Там Часть Его Жизнь Полагаю Это Делает Встречи Еще Более Сентиментальной А ты Не Чувствуешь Подобного Ну Кстати Говоря Мэл Ж Боялся Служанку Он Все Время Говорил Что Она Какая Страшная И Жуткая Но Тем Не Менее Именно К ней Он Обратился Однажды С Просьбой Послать В Город Белокурую Девушку Якобы Ткани Купить Или Еще Чего А На Самом Деле Он Хотел Ей Свидание Строить Так Я Чуть Чуть Я Забылась И Немножко Промотала Не Чувствуешь Ли Ты Подобного Спросила Мишель Спросила Жизель Господи Ну Это Все Уже Это Просто Я Болею Простите Пожалуйста Я Не Думаю О Нем Как Незнакомца Нет Однако Ничего Я Собирался Сказать Нечто Невероятно Циничное Но Передумал Что Ничего Не Обращай Внимания Интересно Что Он Хотел Сказать Как Скажешь Я Всегда Был Тем Кому Нечего Было Предложить Бессильным Кому Либо Помочь Поэтому Если Мною Что То И Движет Так Это Не Переживание А Парня А Желание Доказать Что Кто Вроде Меня Может Что Сделать Потребовалось Не Так Уж Много Усилий Чтобы Он Предоставил Нам Комнату Так Что Кто Знает Может Привлечь Его На Нашу Сторон Окажется Намного Проще Чем Мы Предполагали То Что Он Дал Нам Комнату Было Не Просто По Доброте Душевной Держа Меня Поблизости Он Сможет Присматривать За Мной Он Мне Не Доверяет Но Также Ему Недостаточно Известно Обо Мне Чтобы Решить Как Поступать Дальше Ему Нужно Время И Его Действия Позволяют Ему Выгадать Это Время Если Он Решит Что Мое Здесь Пребывание Ему Не На Руку Он Поведет Себя Соответственно Ты Правда Думаешь Что Он Способен Сделать Что Нибудь Чтобы Причинить Тебе Вред Мэл Добрый Мальчик Но Даже Если Не Хватит Нам Все Еще Стоит Опасаться Остальных Двоих Это Верно Как Бы Там Нибыло Из Всех Троих Его Содействия Добиться Не Всяких Сомнений Будет Легче Всего Нам Повезло Что Мы В первую Очередь Столкнулись С С Чего Ты Так Говоришь Ты Вообще Видела Тени Заключенные В особняке Тени Я Возможно Видела Но С тех Пор Как Умер Хейден Ротс Я Больше Не Пребывала Там В привычном Смысле Слова Я Перестала Думать Перестала Пытаться Найти Объяснение Вещам Творящимся В доме Я Стала Просто Еще Одной Частью Проклятого Особняка Я И сам Смог Поговорить С ними Лишь После того Как вернул Свою Сущность Полагаю Правила Что Разделяют Миры Применимы Также И к тем Кто Утратил Связь С Реальностью Пока Я Искал Путь Чтобы Вызволить Тебя Из Башни Я Столкнулся С тремя Тьнями Мужчин И Поговорил С ними Из Троих Мэл Был Наименее Угрожающим Он Нес На себе Тяжелый Грусть Сожалений Он Желал Чтобы Его Кто Нибудь Спас Я Слышал Как Он Бормотал Это Не То Чего Я Хотел Он Не Хотел Быть С Этим Связан За Всем Этим Стоит Кто То Другой Первейшим Предположением Будет Что Это Лорд Но Как Бы Там Было Они Не Одинаковы В Этом Стремлении Если Он Хочет Вырваться Тогда Возможно Он Согласится Помочь Если Мы Скажем Ему Что Пришли Сюда Спасти Марган Будет Неразумно Раскрывать Наши Карты На Этим Все Не Закончилось Бы Так Если Бы Это Можно Было Легко Остановить Не Так Полагаю Наша Первейшая Задача Заключается В том Чтобы Заслужить Доверие Мэлла Смерть Марганы Наступит Через Три Дня А Подожди А Кто Это Говорит Написано Жизель Но Спрайт Мишеля Поэтому Наверное Все Так Это Мишель Просто Ошибка Смерть Марганы Наступит Через Три Дня До Того Момента Мы Должны Собрать Все Ключи Нелегко Это Будет Я Хочу Сказать Мы Не Присутствовали В Этим Мире До Сего Момента Точно За Нас Некому Поручиться Никто Даже Не Знает Кто Мы Так И Однако У Нас Есть Знания Довольно Немалые Мы Не Знаем Только Что Случилось В Эту Эпоху Но Также Ты Показала Мне Каким Были Их Следующие Жизни Исходя Из Этого Мы Можем Определить Как Они Будут Себя Вести И С Кем У Есть Связи Ты Прав Мы Можем Мы Знаем О том О чем Знать Не Должны Были И Мы Можем Использовать Это Знание Как Преимущество Мне Кажется Их Отношения С теми Или Иными Людьми Могут Сыграть Нам На Руку У У них У Всех Есть Причина По Которой Они Заперли Моргана И Если Я Права Делают Они Это Ради Других Людей Ими Движит Глубокая Связь С Их Близкими К Примеру Движущей Силой Мелла Является Его Сестра Они Просто Связаны Или Судьба Связала Вместе Ты Права Мы Должны Найти Его Сестру И Поговорить С Мелла Хоть Не Согласиться Действовать Если Его Попросит Об Это Сестра Они Я Согласна Если Его Дорогая Сестра Скажет Ему Установиться У Него Больше Не Будет Причин Оставаться Вовлеченным Во Все Это Хотя Зная Как Закончилась Первая История Я Начинаю Немного В этом Согневаться Однако Сейчас Мы Должны Действовать Предполагая Что Он Искренне Заботится О Своей Сестре Как Ты Думаешь Она Может Оказаться Где-то Поблизости Я Хочу Сказать Да Она Будет Неподалеку Как Никак Это Ее Смерть Породила Хаос В день Празднования Урожая Ах Верно Так И Было Нет Ты Совершенно Прав Но Я Хотела Сказать Что У людей Есть Привычка Удерживать Тех Кто Им Безразличен Подли Себя Ах А у Меня По-видимому Плохая Привычка Слишком Сильно Сосредотачиваться На Фактах Не Было Необходимости С моей Стороны Так Поступать Жизель Не Нужно Об Этому Напоминать Прости А За Что За То Что Я Так Плохо Выбираю Слова Невнимательно Не Нужно Извиняться За Правду К тому же Ты И Деликатность Несовместимы Как масло И Вода И Сегодня Ты Подливаешь Масло Мне В огонь У нас Есть Три Дня Чтобы Остановить Эту Трагедию Давай Приступим К Работе Давай Думаю Нам Повезет Больше Если Мы Спросим А Вместо Того Чтобы Искать На Абу Если Мы Не Сможем Найти Мэла Думаю Монахиня Нам Поможет Ну Тогда Пошли Команда Отправилась Искать Людей Едва Зайдя В часовню Я увидел Пожилого Человека Который Махал Монахиня Рукой Направляясь К двери Мужчина Прямо Таки Сияет И Судя По Флакону В его Руке Он Счастлив Не Только Из-за Того Что Ему Представилась Возможность Увидеть Ее Это Святая Кровь Со Слов Морганы Болезнь Начала Распространяться По Городу На Фестиваля Урожая Постепенно Искореняя Все Население В Такие Времена Когда Знания Медицины Находились На Таком Низком Уровне Шума Была Практически Не Остановима И При Виде Такого Большого Количества Стремительно Умирающих Людей Народ Скорее Всего Начал Думать Что Это Был Демон Или Проклятие Мы Пришли Из Будущего Поэтому Нам Известно Насколько Это Опасно Но Они Понятия Не Имеют Моргана Сказала Что Эта История Могла Случиться Лишь во Времена Чудес И Духотворенности И В этом Она Более Чем Права Может Быть Мы Могли Бы Предупредить Их Чтобы Они Не Принимали Лекарства Я Полагаю Что Болезнь Была Вызвана Тем Что Они Употребляли Кровь Им Дают Вовсе Не Лекарства А Разлитую По Флаконам Заразу Словно Это Чья То Злая Штука Если Мы Могли Убедить Их В том Чтобы Они Перестали Принимать Цветную Кровь Это Возможно Смогло Уберечь Город От Гибели Но Тот Факт Что Она Доставлялась Из Дома Лорда И Преподносилась Как Чудо Глубоко Укоренился В их Истовы Верят Возможно Ли Вообще Убедить Их В обратно И Потом Мы Не Пришли Спасать Но Нет Так Мы Слишком Отдалимся От Намеченного Пути Мы Должны Отыскать Правду И Спасти Душу Морганы Разговоры Об этом Лишь Привлекут К нам Нежелательное Внимание Вызовут У людей Подозрения А у Нас Нет Слепка Времени Да Ты Прав Прости Просто Знаешь Что Они С собой Делают Я Не Могла Не Подумать О том Что Мы Возможно Смогли Что Нибудь Изменить Особенно Принимая Во внимание То Как Все Закончится И Я Понимаю Твои Чувства Или Лучше Сказать Я Понимаю Твои Доводы Но Для Меня Моргана Гораздо Важнее Чем Они Все А Ты Важнее Любого Другого Освобождая Душу Моргана Я Также Освобожу И Твою Жизель Если Мы Сможем Уничтожить Мой Особняка Тогда Ты Больше Не Будешь Его Приняться В Каче Служанки Я Не Намерен Становиться Народным Героем Тогда Пойдем И Спросим О Сестре Мелла Хорошо Я Посмотрел В сторону Монахини И Увидел Что Она Стояла На Коленях У Одной Из Скры Она Склонила Голову И Принялась Шептать Малютно Часовне Больше Никого Не Было Сейчас Идеальная Возможность Чтобы Спросить Услышав Как я Приближаюсь Она Замолкает И Поворачивается Ко Мне Лицом С Присущей Ни Обезоруживающей Мелька Здравствуйте Мишель Мел Только Что Был Здесь Он Все Мне Рассказал Негоже Теперь Отказывать Другу Мелла Верно Прошу прощения За то Что я Ранее Вас Оттолкнула Не волнуйтесь Я Не очень Внятно Объяснился Так Вам Что Нибудь Нужно Позвольте Я угадаю Лекарства Нет Я В добром Здравии Я Поняла Что Вы Лгали Блин Я Могу Спросить Ее О Святой Крови В Другой Раз И Пускай У меня Есть Много Вопросов О Человеке С Которым Она Близка Прямо Сейчас Сестра Мелла Важнее Вы Знакомы С Младшей Сестрой Мелла У нее Такие Же Золотистые Волосы Как У Много А Вы Говорите О Нелле Вы Ее Друг Тоже Я Б Сказала Что Мы Больше Лучше Просто Скажи Что Вы Друзья Да Друзья А Что Насчет Нее Мне Бы Хотелось С ней Поговорить И Я Подумал Может Быть Вам Известно Где Я Мог Ее Найти Полагаю Нелле Должна Быть В хижине В хижине Да Я Я Также Там Живу Я Не Сплю В Самом Особняке Так Вы Здесь Не Живете А Лишь Служите Да К Тому Живут Мужчины Иногда Сюда Любит Наведоваться Лорд И Негоже Монахине Бродить Поблизости Пока Он Здесь Так Вы С Живете Вместе Да Вот Уже Полгода Или Около Тому С тех Самых Пор Как Они С Мелом Появились Здесь Я Хотела Чтобы Она Осталась Со С С Братом Но Так Как Формальная Это Собственность Церкви Мы Должны Держать Мальчиков И Девочек По Отдельности Понятно Однако Я Так Рада Слышать Что У Нелли Есть Друг Что Она Не Из Этих Мест Поэтому У Нее Немного Знакомых К И Это Очень Прискорбно Ведь Она Такая Милая Маленькая Девочка Я Конечно Ее Друг Но У Меня Есть Обязанность Я Не Могу Слишком Часто Быть С Нем Поэтому Я Уверена Что Она Очень Обрадуется Возможности Поговорить С Кем То Еще И Я С Радостью Тогда Не Могли Бо Вы Сказать Мне Где Наход С Хижина О Конечно Она Недалеко Отсюда Вам Нужно Отправиться Вдоль Получается Это Та Самая Хижина В Которой Джакоб Одержал Белокурую Девушку Я Думаю Других Хижин Там Не Было Указания Полученные Мною От Монахини Привели Меня В Место Что Я Знал Из Моего Собственного Времени Это Было То Ж Здание Где Поселился Мужчина Которому Приказали Наблюдать За мной Да 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 Кстати Там Жил Слуга Солнечный Свет Неустанно Просачивался Сквозь Ветви Деревья Из-за Чего Всю Дорогу Я Смотрел Селефон Он Ослепительно Яркий Причиняющий Боль Как Как Себя Чувствуешь Мишель Со Мной Все Будет В Порядке Солнце Уже Миновало Зенит Еще Несколько Часов И Все Будет Не Настолько Плохо Только Не Принуждай Себя Хорошо Хорошо Поход Напоминает Мне О том Насколько Неприспособленным Всегда Было Мое Тело И Получив Шанс Вновь Ищутить Себя Живым Я Столкнулся Как С хорошими Следствиями Этого Так И С плохими Но Сейчас Не Самое Лучшее Время Чтобы Жаловаться На То Насколько Я Чувствителем К Солнце Немного Времени Спустя Нашим Глазам Предстала Опрятная Маленькая Хижина Окруженная Сада И Возле Клумбы Собирая Цветы Сидела Златовласая Девочка Привет Ты Нелли Пускай Некоторые Детали Ее Внешности Не Совпадают С тем Какой Она Мне Запомнилась У нее По-прежнему Есть Столь Узнаваемые Волосы Это Определенно Она Да И Глаза Тоже Похоже Хотя Выглядит Она Конечно Да Эта Нелли Выглядит Более Худой И Слабой Полагаю Это Следствие Ее Болезни Вы Кто Меня Зовут Мишель У Меня К тебе Несколько Вопросов Мы Можем Немного Поговорить Напугал Ребенка Что Это Полагаю К этому Времени Она Уже Должна Была Что То Сказать Ты Слишком Примилине Мишель Ты Ее Напугал А Что Я Еще Должен Был Сказать К Этому Делу Следует Подходить Медленно Аккуратно Ну Улыбнись Ей Мило И Непринужденно Улыбнуться Это Как Шелдон Господи В свое Время Я Здесь Только Чтобы Поговорить Тебе Нечего Бояться Так Слушай Это Явно Немилая Улыбка Она Вроде Как Не Очень Может Видеть Да Да Я Хоть И Не Вижу Ее Но Могу Сказать Наверняка А чего Ты Ожидала Я Не Улыбаться Под Первому Требованию Это Плохой Дяденька Плохой Дяденька Пришел Чтобы Похитить Меня Спаси Меня Дорогой Мэл Прежде чем Этот Плохой Дяденька Сделает Самые Плохие Вещи Успокойся Пожалуйста Я Ничего С тобой Не Сделаю Эпик Фил Не Приближайся Я Знаю Что Ты Намерен Сделать Со Мной Плохие Вещи Я Не Собираюсь Сделать С тобой Плохие Вещи Я Не Смог Бы Даже Если Хотел Затяните Меня Что Игра Хочет Сказать Что Маленькая Девочка Настолько Испорченно Думает Не Двигайся Или Я Позову Охрану Пожалуйста Успокойся Я Не Причиню Тебе Вреда Честно Так Говорят Все Плохие Дяденьки Я Нет Я Жизель Ну Чего Ты Смотришь Небольшой Совет Сейчас Был бы Весьма Кстати О Я Знаю Может быть Она Успокоится Если Ты Упомянешь О Мелле Ты Гений Я Я Друг Мелла Что Он Рассказывал Мне О тебе И о том Как ты Хотела С кем То Поговорить Он Попросил Меня Составить Тебе Компанию Мел Попросил Тебя Поговорить Со мной Да Попросил Теперь Ты Мне Доверяешь Так Значит Ты Его Друг Как Бы Прискорно Мне Это Не Было Признавать Мишель Ради Всего Святого Зачем Ты Это Сказал Сорвалось С Языка Ты Его Не Неужели Да Ты Ты Слишком Взрослый Чтобы Быть Другом Мэла Ты В самом Самом При самом Деле Его Друг В Самом При самом Тогда Докажи Как Если Ты В Самом Деле Его Друг Тогда Ты Сможешь Рассказать Мне О Нем Хитрая Девчонка За Что Во Имя Господа Ты Меня Этому Подвергаешь Тебе Что Не Нравится Мэл Мишель Дело Не В Этом Мы Просто Несовместимы Ну Что Начнем Первый Вопрос Что Мэлу Нравится Больше Всего Ха И Сейчас Пойдут Выборы Да 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 Вздремнуть Нелли В театр Ну Смотрите А насчет Вздремнуть Я не уверена Потому что Вообще Не помню Чтобы об этом Упоминалось Театр Он ненавидел Театр Обожала Нелли Но не он Он пошел в театр Только с белокурой девушкой Только ради того Чтобы куда-то ее сводить Вот Так что Нелли Его самая обожаемая Младшая сестренка О которой он готов Говорить часами По-моему Это не сложно Ты тоже так думаешь Ты думаешь Что меня он любит Больше всего на свете Я тоже хотела бы Верить Что так оно и есть Мне кажется Было бы чудесно Если бы я всегда Оставалась для него Превыше всех Насколько я вижу Ее чрезмерная любовь К брату Все так же сильно Второй вопрос Каким человеком Является мой Мел И опять выбирать Я сохранюсь С вашего позволения Он хороший парень Он подхалим Он бескребетный Дуралей Ну как вам сказать Мне кажется Он хороший парень Насчет Того что подхалим Не знаю А если я скажу Бескребетный Дуралей Мне кажется Она рассердится И прогонит меня Прочь Давайте не будем Взлить девочку Точно Он очень хороший парень Пускай он иногда Витает в облаках Но невзирая на это Он просто идеален А ты знаешь О чем говоришь Еще бы 50 какая там По счету серия идет Конечно я знаю А ты думала Если откровенно Я просто говорю То что ты хочешь Услышать Мишель Какого черта Ты почему все портил Ты что Вот да Да Жизель Правильно Смотри на него так Хотя он этого и не видит Вроде как Я и мой болтливый язык Хорошо Последний вопрос Опиши мне Как выглядит Мел Ну это совсем легко Должно быть А Я не оцениваю Мужскую внешность Он весьма красив Я намного симпатичнее его Не ну я понимаю Что Мишель Мужскую внешность Не оценивает Но когда он Рассказывал о себе Точнее Когда у нас Седьмая дверь уже шла Он же упоминал О том что его Восхищали Тела его Братьев Поэтому Почему нет Он весьма красив И это правда Вот я например Так считаю Разве нет Он словно Современная версия Адониса Мальчик резвый Кудрявый Влюбленный Адонис Женской лаской Преченный Но Я бы так не сказал Мел мог бы стать Принцем из сказок У него самое Идеальное лицо Ты просто не видела Мишеля на артах Вот у кого идеальное лицо И волосы тоже Могу я тебя Куда о чем спросить Ты ведь осознаешь Что он Все еще растет Верно И этот фактор Может изменить мужчину До неузнаваемости Он может стать На две головы выше Вдвое шире в плечах И нарастить мускулы Прежде чем ты поймешь Что случилось И еще Волосы на теле Много волос И растительность на лице Густая Как лесная чаща Ну он блондин Мне кажется Ему Проблемы с этим Не грозят И если с ним Это случится Ты все еще Будешь расценивать Мелла Как принца Мел Бородатый Мускулистый Ааа Я никогда На это не соглашусь Это совершенно Не мой Мел Хе-хе-хе Ты ступаешь По тонкому льду Мел У моего Мелла Никогда Никогда Не будет бороды А ты не думаешь Что это не тебе решать Вообще-то А ему Я каждый день Буду молиться Чтобы этого не случилось И большим Мускулистым он тоже не станет В этом нет ничего Уверенностью заявлять Чего хочет Каждый мужчина Или каждая женщина А вот мне не кажется Что мясистость Что мясистость тебе подойдет Мясистость Что ж Это был мой последний вопрос Похоже Ты не совсем Незнакомец Конечно Почему нет Ты можешь быть Другом моего Мелла Это замечательно А я уж была Решила Что ты плохой Дяденька Почему Почему У кого не возникает Первого впечатления Обо мне Как о нормальном Человеке Любой друг Мелла Должен быть Хорошим Человеком Нет Удивительным Человеком А ты очень В него веришь А почему нет Он же мой старший брат Обратная логика Однако А тут только ты Мел не придет Он сейчас Немного занят Он всегда занят Какими-нибудь делами За последние Несколько месяцев Он практически Не уделял мне Внимания Но все хорошо Потому что Сегодня Ты составишь Мне компанию Хи-хи Да Так и есть Хотя я не могу Задержаться надолго Хорошо Тогда останься Хотя бы До захода солнца Ты ведь хотел Меня о чем-то Спросить Не так ли Ну Если ты будешь Хорошим другом Тогда я расскажу Тебе все Что ты хочешь знать И как мне Это сделать Говорить Говорить Много Много Говорить Ты должен Меня развлекать Ты слишком Многого От меня Просишь Она просит Вовсе Немного Она просто Хочет поговорить Думаешь Думаешь Тот кто провел Тринадцать лет В одиночестве Знает как поддержать Приятную беседу В смысле В одиночестве Эй Ну Один год Один год из этих Тринадцати Я тоже там была Я помогу тебе С выбором тем Для беседы Так что Вперед Бедный Мишель Ты Не хочешь Со мной Разговаривать Нет Нет Хочу Я просто Не очень Хороший Собеседник Хорошо Тогда Вместо Разговоров Ты можешь Спить Еще лучше А если у него Слуха нет Я никогда Раньше Не видела Министреля Но мне всегда Было любопытно Какие песни Они поют Ты споешь Мне Хм Я и сам Никогда Их не встречал Но я слышал Рассказы других О песнях Странствующих Жонглеров Ну Что ж Хорошо Я научу тебе Песню Которую Слышал Один мой Старый знакомый Во время путешествия Ух ты Не могу Дождаться Ну Вперед Похоже Его пение Не произвело На Нелли Впечатление Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Извиняющая Тишина Я Просто Потрясена Пожалуй Я никогда Не слышала Чтобы кто-то Пел Настолько Ужасно Я тоже Я просто Ошарашена Тогда Ты спой Хватит На сегодня Песен Я не хочу Чтобы у меня Отпали уши Что за Станешь Станешь Моим другом Ха-ха-ха-ха Это хорошо Не кончится Уродство Я старался Как мог Дух Этому Есть только Одно Объяснение Тобой Завладел Дух Это правда Но я Весьма Хорошо Готовлю Ха-ха-ха А вот И Мишель Это получается Просто Ужасно А Господи Неужто Может Стать Еще Хуже Я Не могу Подать Это Меллу Придурок Болван Слабак Мне Очень Жаль Ну что ж Полагаю У нас нет Иного выбора Кроме как Съесть его Самим Я накрою На стол Что И приготовлю Нам чаю Раз уж Мы собрались Ты знаешь Я всегда Об этом мечтала Сидеть за столом С другом Есть что-нибудь Вкусненькое И разговаривать Ключевое слово Вкусненькое А то что вы Собираетесь Съесть Это что-то Испорченное Как бы вы Еще Не отравились Да И ради Такого Я даже могу Смириться С этим Неприглядным Омерзительным Пирогом Жаль Только что Я не могу Поделиться С Меллом Понятно И Невзирая На ее Постоянные Жалобы Похоже Она Вполне Довольна Могу Только представить Насколько Ей должно Быть Здесь Одиноко Пускай Она и ведет Себя Бодро И жизнерадостно Но за всем этим Скрывается чувство Настоящего Одиночества Тоже можно сказать И о девочке Из-за первой двери Какой бы Настойчивой И оживленной Она ни была За всем этим Фасадом Можно заметить При знаке Одиночества Пока Она жила В особняке Ее брат Был практически Единственным Что у нее Было Но Насколько Я могу Предположить Это была Не та жизнь Которую Она хотела Уверена Она бы Предпочла Иметь возможность Выходить на улицу И играть С друзьями Родившись В знатной Семье Ты теряешь Много Свободы Даже В столь Кардинально Различающиеся Эпохи Глубоко Внутри Она Все та же Девочка Вообще-то Возможно Эти схожести Простираются Далеко За пределы Ее личности И пересекаются В двух Ее столь Разных Жизнях Это может Означать Что все Кто был Воссоздан По желанию Морганы Вынуждены Проживать Те же Жизни Хотя Вынуждены Это пожалуй Еще мягко Сказано Нелли Я Я Я с радостью Выслушаю тебя Если хочешь Ты можешь Говорить о погоде Или о своем Брате О чем только Пожелаешь Правда? Замечательно Тогда садись Я так много Всего хочу Рассказать Столько Что ты себя Даже не представляешь И ты не угадаешь Что Бел Сказал потом Что я для него Важнее всех На свете Итак Ты видел Что я выращиваю В саду Цветы Верно? Ну так вот Когда их у меня Будет достаточно Я соберу Большущий букет И подарю его Меллу Короче Все разговоры Только о брате И Мишель Сейчас Устанет Дома У нас был Большой Пребольшой Двор С огромным Деревом Под которым Мы часто Дремали Если погода Была хорошая Так как тебе Чай Что я приготовила Цветочные Лепестки Дополняют Его дивный Аромат Ты не поверишь Что случилось Потом Не желаешь ли Еще чашечку Чаю Я приготовлю Столько Сколько Ты сможешь Выпить Нет Спасибо Достаточно У меня Такое чувство Что я только И делал Что кивал Да слушал И по большей части Все разговоры Сводились к Меллу Только к нему Я сто лет Так много Не разговаривала Хи-хи А время Быстро Пролетело Солнце Начинает Клониться К закату А вы С монахиней Что Мало Разговариваете Мы Разговариваем Но как-то Я не знаю С ней Все по-другому Мне кажется Будто Она Слишком важная Чтобы тратить Время на меня Как-никак Она управляет Церковью И вообще Всем поместьям А что Насчет Мелла Он тебя Не очень часто Навещает Нет Он Навещает Он довольно Часто приходит Проведать Меня Тогда Почему В последнее время Он сам Не свой Мой прежний Мелл с радостью Слушал Все О чем Я говорила Но Теперь Его Словно Что-то Беспокоит Звучит Звучит Так Будто Он Сильно Занят Когда Он Навещает Меня То Надолго Не Задерживается И Посреди Ночи Ему Нужно Возвращаться В особняк Я Пытаюсь Уговорить Его Задержаться Ненадолго Мне Никогда Не Удается А Когда Я Спрашиваю В чем Причина Он Всегда Уходит От 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 Лета Такое Чувство Будто Он Что-то Скрывает Зная Что Именно Он Скрывает Я Могу Понять Почему Он Не Хочет Говорить Об Этому Он Ни За Что Не Сможет Сказать Своей Драгоценной Сестренке Что Вместе С Еще Двумя Мужчинами Запер Девушку В башне И Забирает У нее Кровь Против Блага Дейли Я Хотела Бы Я Раньше Как Раньше Когда Мы Жили Лишь Вдвоем Я Знаю Что Здесь Все Более Стабильно И Я Могу Получать Необходимые Мне Лекарства Из Церкви Ну Уж Лучше Была Больна Чем Настолько Одиномка Бедная Девочка Сказала Что Пришла Сюда Примерно Полгода Назад Да Раньше Были Лишь Мы Двое Ну Еще Раньше В нашем Старом Доме Полно Слух Но Мне Там Никогда Особо Не Нравилось Когда Вокруг Было Так Много Людей Я Лишь Чувствовала Себя Еще Более Одиноко Мне Намного Больше Нравится Когда Мы С Мелом Вдвоем Это Действительно То Чего Ты Хочешь Быть Больной И Постоянно Испытывать Боль Это Лучше Чем Быть Одной Он Просто Мел Просто Не Понимает Он Не Понимает Что Одиночество Гораздо Хуже А Может Просто Все Парни Так Они Не Понимают Каково Это Когда Тебя Игнорируют Каково Это Чувствовать Будто Пребываешь Во тьме Ничего Не Понимая Мы Нет Мы Не Понимаем Нам Кажется Что Спасение Жизни Наших Близких Превыше Всего Даже Если Плата За Спасенную Жизнь Неописуемо Велика Мы Не В Состоянии Увидеть Насколько Эгоистично Корыстны Ваши Действия Ты Говоришь О себе Я Полагаю То же Самое Можно Сказать И О Мелли Он Был Все Еще Здесь Он Здесь Но Складывается Такое Впечатление Будто Он Пытается Меня Избегать Все Чего Я Хочу Так Это Чтобы Он Был Рядом Был Со Мной Это Все Чего Я Действительно Хочу И Ему Не Обязательно Даже Быть Идеальным Сказочным Принцем Ты Когда Нибудь Ему Об этом Говорила Что Ты Когда Нибудь Говорила Меллу Что Ему Не Обязательно Быть Идеальным Братом Что Ты Будешь Счастлива Если Он Просто Будет Рядом Ты Когда Нибудь Выражала Эти Чувства Словами Я Всегда Ему Говорю Что Хочу Чтобы Он Был Рядом И Что Для Этого Ему Не Обязательно Быть Принцем Он Он Уже Сказал Что Будет Моим Принцем И Он Всегда Улыбается Когда Я Об Этому Говорю Так Как Ж Я Могу Все Изменить И Сказать Что Он Не Должен Больше Быть Моим Принцем Я Знаю Что Ты Не Намеревалась Принуждать Его Соответствовать Некоему Идеальному Образу И Мэл Он Пытается Соответствовать Этим Ожиданиям Вообще То Он И Сам Может Этого Не Осознавать И В глубине Души Верить Что Именно Таким Человеком Он Должен Быть Или Если Выражаться Конкретнее Похоже На лицо Потребность Выглядеть Хорошо В глазах Других Он Верит Что Если Будет Хорошо Относиться К Окружающим Они Ответят Ему Тем же Я Для него Абуза Уверяю Тебя Для него Лучше Когда Ты Рядом Но Сейчас Я Для него В тягость Не Так Ли Будь Чистен Со Мной Да В тягость Я Больше Не нравлюсь Мэллу Вот Почему Он Меня Избегает Даю Слово Что Причина Не В Это Во всяком Случай Причина По которой Он Делает То Что Делает Заключается В том Что Ты Ему Далеко Не Безразлична Даешь Слово Даешь Слово Я Люблю Его Я Очень Сильно Люблю Моего Мэлла По Правде Говорят Даже Слишком И Если Быть Откровенной Я Я Знаю Что Тягость Ему Я Правда Понимаю Это Я Знаю Что Из-за Меня Его Жизнь Намного Труднее Но Мэл Все Что У меня Есть Он Единственный Человек На Которого Я Я Могу Рассчитывать И Я Не Могу Контролировать Свои Чувства В Твоем Возрасте Бывает Трудно Справиться С Эмоциями И В Этом Нет Ничего Плохого Однако Тебе Нужно Как Следует Разобраться Как В Них Так И Во Всех Своих Мыслях А Затем Сесть И Спокойно Поговорить Даже Если То Что Ты Чувствуешь Кажется Неприемлемым Или Невообразимым Ты Должна Открыться Ему Поразмыслить О том Как Сделать Так Чтобы Вам Обоим Было Лучше Также Тебе Необходимо Встретиться Лицом К лицу С Чувствами Что Ты Хранишь В Своем Сердце И Теми Что Твой Брат Хранит В Своем Если Ты Этого Не Сделаешь Вы Никогда Не Поймете Друг 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 Из-за Малейшего Недопонимания В Конечном Итоге Все Может Пойти Прахом И Если Бы Они Могли Поговорить Высказать Друг Друг Свои Чувства Тогда Возможно Их Трагедии Удалось Б Избежать Даже Несмотря На Проклятие Марган Если Б У Нелли Был Шанс Разобраться В Своих Эмоциях К Она Не Всегда Была Такой О Да Я Помню Я Очень Хорошо Это Помню Прости Я Перешел Черту Я Знаю Меня Это Не Касается Не Нужно Извиняться Ты Очень Любопытный Человек Ты Это Знаешь А Мы Встретились Всего Несколько Часов Назад Но Ты Говоришь Так Будто Знаешь Меня Всю Мою Жизнь Как Будто Ты Можешь Слышать Все О Чем Я Думаю И Видеть Все Что У Меня На Сердце Это Мел Тебе Все Рассказал Нет Он Мне Немного Рассказывал Я Так И Думала Он Не Настолько Хорошо Меня Знает Обалдеть Да Получается Что Бишель Знает Мелли Лучше Ее Родного Брата И Еще Ведь Не Поздно Верно Если Я С Ним Поговорю Расскажу Что На самом Деле Чувствую Думаешь Мел Меня Выслушает Я Знаю Что Выслушает От От Этого Ведь Не Станет Хуже Это Не Вызовет У Него Неприятные Чувства Как Знать И Есть Вероятность Что Поначалу Ваши Отношения Могут Дать Трещины Но Эти Трещины Можно Снова Золотать И Я Обещаю Тебе В результате Все Станет Гораздо Лучше Нежели Было Подержи Все В Себе Все Образуется Хорошо В Следующий Раз Когда Я Увижу Мелла Я Ему Скажу Я Скажу Ему Что Он Не Должен Пытаться Быть Моим Принцем Хорошо Ты И В самом Деле Интересный Человек Ты Первый Кто Разговаривал Со Мной Как С Настоящим Человеком Всем Нравится Говорить Какая Я Милая И Прелестная Но И Более Я Была Для Них Всего Лишь Принцессой Понарошку Уверяю Тебя Ты Настоящий Человек Спасибо Мне Плакать Захотелось Настолько Был Сейчас Строгательный Диалог Знаешь После Разговора С тобой Я Чувствую Себя Намного Лучше Будто Я Могу Все На Свете А Я Рада Что Ты Сегодня Пришел А я Рад Что Смог Встретиться С тобой Лично Так Странно Такое Чувство Что Мы Знаем Друг Друг Всю Нашу Жизнь Я Знаю Тебя Какое Какое Время Или Лучше Будет Сказать Кем Ты Станешь А Ничего Не Обращай На Меня Внимание Это Была Это Была Твоя Попытка Очаровать Меня Плохой Плохой Мишель Я Слишком Юная Для Таких Мещей Нет Я Не Собирался А Теперь Ты Как Рас Снел Клянусь Это Было Не Тем Чем Казалось Я Знаю Знаю Господи Неужели Ты Правда Думаешь Что Я Настолько Мало Тебе Доверяю Прости О У меня Появилась Просто Чудесная Идея А Да Вместо Того Чтобы Быть Моим Другом Я Позволю Тебе Стать Кем То Еще Лучше В Смысле Ты Будешь Моим Вторым Братом Вау Ничего Себе Вот Это Мы Завоевали Ее Доверие Вторым Братом Брат Для Меня Намного Намного Важнее Чем Просто Друг Хотя Конечно Ты Не Сможешь Быть Моим Номером Один А Я Сражен Наповал Ты Ей Нравишься Для Нас Это Хорошо Сказать По Правде Даже Не Знаю Как Относиться К тому Что Она Так Быстро Начала Мне Доверять Не Важно Сколько Времени На Это Потребовалось Куда Важнее То Что Ты Ее Выслушал Понял И Отнесся К ней Как Настоящему Человеку В Ее Глазах Ты Кто То На Кого Она Может Положиться Ты Не Хочешь Чтобы Я Была Твоей Сестрой Вообще То Я Был Младшим Ребенком В семье Так Что Иметь Кого То Младше Себя Будет Несколько Будет Как Ну Же Скажи Будет Даже Как То Приятно Хе Хе Конечно Будет Кто Не Захочет Чтобы У него Была Такая Очаровательная Маленькая Сестренка Как Я А Ты Немного Самовлюбленная Не Так Ли Но Ведь Это Правда Разве Нет Ну Же Скажи Мне Что Я Очаровательна Дорогой Мишель Уже Дорогой Мишель Что Ну Не Смотри На Меня Так Если Бо Здесь Был Мой Мэл Он Бо И Глазом Не Моргнул Пожалуйста Не Сравнивай Меня С ним Ты Знаешь Пожалуй Сейчас Самое Подходящее Время Рассказать Я Моргане Так Ну Хорошо Если Сейчас Действительно Самое Подходящее Время Уже Наконец Для Этого Рассказа Тогда Давайте Оставим Его На Следующую Серию Потому Что Я Так Чувствую Что Мы Тут Еще Можем Полчаса Наверное Проболтать Или Даже Минут 40 Поэтому Лучше Нам Сейчас И прерваться В В общем Еще На Рассказывать Рассказывать О Своих Чувствах Вот Всем Большое Спасибо Что Посмотрели Эту Серию Не Забывайте Писать Свои Комментарии Тем Кто Пишет Комментарии Очень Большое Спасибо Я Очень Это Целю И Не Забывайте Смотреть Также И Другие Летсплеи На нашем канале Всем Всего Доброго До Скорых Встреч Субтитры 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 Субтитры